Что касается пробежек, то лучше начинать с ходьбы. Что такое бег? Это вывод организма на более высокий энергетический уровень. То есть бег – это такое состояние, в котором человек способен переносить тяжелейшие перегрузки с его организма. Что это значит? Это значит, что, допустим, у вас кто-то умер, там стресс, давление зашкаливает, вы выдерживаете. Почему? Потому что вы бегаете. То есть бег дает возможность человеку справляться с тем, с чем остальные люди справиться не могут. Почему я бегаю? Потому что я летаю на самолетах. Это сильная перегрузка, то есть реально там вибрация разрушает тело. То есть мне приходится летать два раза вокруг Земли за год. Это очень тяжелая нагрузка на организм, поэтому я бегаю. Я вывожу из себя эту нагрузку, эти вибрации с помощью аскезы. Вот. Но бегать хорошо. Бегать хорошо, но если человек в возрасте, и он чувствует, что ему тяжело бежать, вот он пробежал сразу, пульс начинает подскакивать, тогда надо начинать с ходьбы. И ходить надо каждый день сначала. Потом вы поймете, когда придет время, когда вам надо ходить через день. Потому что на следующий день вы будете чувствовать, что вы не успели восстановиться. Обычно это где-то уже 6 километров ходьбы, и где-то уже через день надо. Ну, вернее, как не 6 километров, не по километрам будем, а по часам. Ну, то есть 40 минут можно каждый день, а час 20 уже через день. 80 минут уже через день. И так далее. А если на работу 20 минут, и вечером 20 не считается? Олег Геннадьевич, знаете, я целый день хожу вообще. Вот в день у меня по 4 часа получается на работе. Туда-сюда прошла, туда-сюда. Чего у меня не очищается ничего? Объясняю. Я говорю о непрерывной ходьбе, мои дорогие друзья. И повторяю вам уже это пятый раз. Что надо идти непрерывно. Не останавливаться, не пописать, как бы не по телефону поговорить. Просто непрерывно идти. Потому что когда человек останавливается, то он теряет процесс очищения. Вот сама непрерывная ходьба, означает, она двигает, двигает, двигает очищение дальше. Как только остановился, энергетика уходит назад опять. Опять заново. Конечно, если ты остановился, это не значит, что все потеряно. Просто тебе надо дольше это делать. Допустим, если я бегу час 46, да, это мое время, которое очищается в весь организм. Если у меня развязался шнурок, я решил его завязать, это занимает там какое-то время. Ну, допустим, 20 секунд, да, то мне надо бежать час 48 уже. А в ходьбе имеет значение? Человек должен идти очень спокойно и радостно. Не нужно насиловать себя. Не во время бега, не во время ходьбы. Это и есть очищение. Как только человек начинает уродовать себя, то есть насиловать, заставлять быстрее, то он не очищается, а он разрушает себя в это время. Ну, то есть бег должен быть спокойным. Там, допустим, у женщины это может быть даже медленнее, чем она идет бежать сначала. Я когда начал бегать, я медленнее бегал, чем я хожу. А потом постепенно у меня бег стал быстрее, чем я хожу. И сейчас я бегаю там больше 9 километров в час. Ну, то есть где-то 9, там, 200. Ну, то есть 9, 2, там, ну, как бы в час. Ну, то есть, да, 9, 200. Примерно так. И на этом остановилось все, я как бы больше не увеличиваю скорость. Ну, мне так приятно бежать, я не тороплюсь. А беговая дорожка и беговый тренажер могут быть? Да, если человеку тяжело, допустим, собаки эти всякие там на улице, женщинам особенно тяжело, тогда в этом случае беговая дорожка, то есть человек бежит на беговой дорожке. Очень хорошо как делать? Полностью открывать окно, одеваться, чтобы не простыть. Открывать сильно окно и бежать прямо дома на беговой дорожке. Есть такие беговые дорожки плоские, они вот плоские, вот такой толщины. И когда бежишь, там ты ускоряешься, она тоже быстрее крутится. Можно за стеночку ставить, потом вытаскивать, на пол поставил, побежал или пошел, все открыл, все окна, уже энергия природы больше уже. Свежий воздух дает энергию природы. Но потом после этого надо все равно выйти на улицу хотя бы минут на 10, чтобы тебя природа всосалась. И в это время не надо там ни с кем ругаться, надо желать всем счастья, смотреть на природу, так вот слушать лекцию. Ну то есть после тренажерного зала тоже надо выйти на улицу и так по-доброму настроиться. В это время будете чувствовать, как вам нравится воздух, как нравятся птички. Ну то есть в вас будет это реально входить. После тренировки человек чувствует, как хорошо на улице. Это означает, что входит в него вот эта энергия природы. Но как вы понимаете, природы в тренажерном зале нет. Поэтому надо, ну конденсатор работает, то есть вы накопили возможность всосать природу. Теперь вопрос, что вы всосете. Если вы, допустим, после тренажерного зала пришли ругаться с женой, то вы всосете не то. После тренажерного зала надо идти на природу. Наполниться сначала, получить свою энергию, а потом идти дальше по жизни.